У Беларуси знов дозволили свободный продаж перетехничных выработков. Это предусмотрено постановой Совета Министров. Принятый документ отменяя забороны, которая действовала с днём 2020 года. Министерство по надзвычайных ситуациях, закликая граждан, свядомо ставится до выкористания перетехничных выработков. Выратовальники вспоминают минулогодний выпадок, когда мужчина оборвала фаланги пальцев. Перетехника не цацкая. Только в случае уважливого применения и с захованием мер застяроги Новый год будет у радость. А в этом треба памятать, особенно на переде дни святов. Оперативные изделия могут реализоваться, но в зависимости от класса опасности, то есть перетехника первого класса опасности, это бытовое назначение может реализоваться в фирменных секциях, а уже посерьезнее, но также бытовое назначение третьего класса опасности, она может реализоваться уже только в специализированных магазинах. Есть определенные нормы, опять же, по заполняемости торговых объектов, то есть не более, вот это вот третьего класса опасности, их должно быть не более 50 килограмм, допустим, на торговую точку. Кожный-таки выраб от невеликой петарды до великих установок не осе потенциальную небеспеку. А тому покупник может просить гандлера показать сертификат об якости вырубу. Не лишним будет сочить за тем, как упаковка не была пошкодженная. Продолжение следует...